Глава края посетил одну из старейших школ в районе. Она была основана 92 года назад. В 2013-м школа переехала в новое здание. Почти вековой опыт обучения здесь совмещают с современными технологиями. В школе есть 3D-класс, собственное радио и кружок юного техника, где моделируют роботов. А вместо обычных звонков на перемену звучат отрывки из музыкальной классики. Во время посещения школы губернатором в актовом зале проходило заседание клуба «Я лидер». Александр Ткачев пообщался со школьниками. По его мнению, нынешней молодежи сложнее. Требования к обучению выше, особенно во время сдачи ЕГЭ. Но зато возможностей пробиться у будущих выпускников сейчас гораздо больше, чем раньше. Не валяйте у дурака. У вас есть время сегодня. Я бы с удовольствием прочитал книгу, у меня нет времени. Я бы выучил сегодня немецкий язык дополнительно. Я не могу, потому что у меня нет времени, у меня уже нет возможности физически. Услышали меня или нет? У вас есть эти возможности. Есть время, есть этот час, который вы можете скоротать и что-нибудь почитать. Умную книжку, интересную книжку. Время быстро пройдет. И школа пройдет у вас, я вас уверяю. И лето быстро пройдет. Не успеете, так сказать, оглянуться. И одиннадцатый, и дальше взрослая жизнь. А потом этих возможностей не будет. Они будут упущены. И все то, что вы будете приобретать потом, гораздо сложнее. Это будет даваться. Школьники согласились с губернатором. Терять время впустую никак нельзя. Поэтому и собираются в молодежном клубе в разгар каникул. Запомнил для себя то, что пока я молодой, нужно учиться. А потом, в дальнейшем, не будет времени на это. Мне очень понравилось, потому что он был как-то таким открытым. Разговаривал с нами просто открыто и не скрывал ничего. Объезд продолжился в амбулатории врача общей практики. Это первый в районе подобный офис. Его можно назвать не только социальным, но и стратегическим объектом. Здесь без очередей можно получить экстренную помощь. Амбулатория обслуживает закрепленную за ней территорию и находится прямо среди частных домов в шаговой доступности для пациентов. Ежедневно сюда обращаются в среднем 20 человек. Удобно то, что есть у вас? Очень. Недалеко проживаем. Здесь вот как раз. Да, да. Очень удобно. Все так комфортно, все обслуживание. Ставим цель такую, чтобы максимально приблизить. Не просто медсестру, не просто человека, который менее подготовлен, а квалифицированного врача. В медицине очень важно. Это передовой медицине. Это важнейший фактор. Это профилактика. Или раннее выявление заболевания. Я вот очень хочу, вот, понимаете, моя мечта для того, чтобы у нас как можно больше было таких пунктов, офисов врачей, общей практики. Там будут эти офисы вызволять квалифицированные врачи. И, конечно, у нас дела в зарогранении придут совершенно по-другому. То есть мы вот развиваем сегодня высокотехнологичную медицину, то есть такие, знаете, большие, имеющие возможности, подходы такие европейские, где реанимационное отделение, крупнейшее оборудование. Оно дорогое, оно уникальное. А вот без вот этого звена, вот самого такого среднего, самого нижнего, где, я не представляю, живут люди, где вот на вашей улице, да, все происходит, в общем-то. Вот это, так сказать, очень важно, чтобы здесь тоже была квалификация, где была серьезная поддержка. В подобных амбулаториях, которые активно строятся по всему краю, есть все необходимое оборудование для экспресс-тестов, перевязочные и дневные стационары. Людей в таких офисах не так много, как в поликлиниках, поэтому врачи знают своих пациентов в лицо. Сейчас в крае работают 50 амбулаторий врачей общей практики. В будущем должны открыться 500 подобных кабинетов.